С 10 июля маршрутку в Кохме дождутся не все. На остановках появились вот такие объявления. В них жители предупреждают о том, что в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна на улице Кочетовой, по ней общественный транспорт больше ездить не будет. Сегодня шквал звонков от жителей был, которые увидели на остановках расклеенные объявления. Также кто ездит на работу посредством маршрутных такси, также увидели внутри расклеенные объявления, что в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильной дороги по улице Кочетова, ряд перевозчиков отказываются с 10 июля выполнять свои обязанности по автотранспортному обслуживанию населения. Спрашиваем непосредственно у водителей, в чем причина такой показательной акции. Перевозчики отвечают, их чаша терпения переполнена. Правильно, так и будем. Сюда не ездить, значит, будем до горсовета. Ну вот я уже на этом маршруте работал около 7 лет. При мне как бы всегда она здесь такая была. Так и засыпет камушкой здесь чуть-чуть. Преодолевать ямы и колдовины отказались разом несколько перевозчиков. Бастуют маршруты 110, 135, 136 и 150. Жители оказались в непростой ситуации. Им теперь придется идти пешком несколько километров до новой остановки, назначенной перевозчиками конечной. Мы категорически против, мы возмущены. А как же нам добираться-то? На работу. Добираться, как-то нам надо на работу, это нам пешку сады идти. Это полное безобразие. 45 минут идти нам надо до живого. И во сколько нам ходить? Я час еду до работы. И час еще до остановки. Это возмутительно, конечно. Однако есть и те, кто с водителями маршруток согласен. Дорога уже давно стала непригодной для езды. Я уезжал отсюда на год, и вот ничего не изменилось. Зима прошла, дорогу, наверное, только к концу лета делают. Логика перевозчиков, конечно, понятна. Реанимацию убитой подвески будет стоить намного больше собранной здесь платы за проезд. А когда асфальтовое покрытие приведут в норму, транспортное сообщение восстановится. Главный вопрос – когда? Да, есть там проблемные места. Ямочным ремонтом мы регулярно занимаемся на этой дороге. Но чтобы решить проблему более кардинально, нам в начале года были запрошены средства областного бюджета. Нам выделили около 5 миллионов на ремонт самых проблемных участков дороги. Уже сейчас на те средства, которые нам выделены из областного бюджета с нашим софинансированием, проводятся объявленные конкурсные процедуры в соответствии с 44-м законом. Прием заявок осуществляется до 7 июля. Сам аукцион должен состояться 13 июля. И где-то 23-24 июля уже можно подписывать контракт и подрядчику приступать к выполнению работы. Что же касается перевозчиков-бунтарей, в Кохомской администрации считают, что вовсе не дорога побудила их самовольно изменить схему движения, а исключительно соображение выгоды. Путь до жилзоны для них менее рентабельный. Вот и хотят таким образом скорректировать маршрут. В любом случае, рычагов воздействия на перевозчиков у администрации нет. Контракты заключены на уровне областного департамента транспорта. Там и будут разбираться в ситуации. Заседание по этому вопросу назначено на четверг. А пока ремонтные работы на Кочетовой только в проекте, улица, вероятно, останется необитаемой для транспорта. Причем, судя по глубине ям, не только общественного. Наталья Гутарина, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.